Ну и, собственно, заключительный аккорд всей фонбет-недели звезд хоккея. Друзья, у нас финальный матч. Послушаем Артема Бутрака. Я так смотрю, слепые судьи добрались до него. Денис Бондарь, вам смотреть надо на лёд. Шайба, да, все дела. Подождите, это интервью. Вы можете говорить. Что с вами? Я слепой, но я не глухой. А вы думаете, что хоккейному судье важнее зрение или слух? А у нас всё это вкупе. Нет, серьёзно. Медкомиссию про боем, как бы это. Ну, сейчас пока со зрением так чуть-чуть. Вот здесь тоже хотелось бы иногда послушать, что говорит он судья. Ставлено Широкова. Не угадал. Вот так Андрей Аршан сейчас преподнесёт вам сюрприз. Что вы делаете? Краснирую матч. Что делаете? Транслирую матч. Так вы, может, ещё и покомментируете? Могу, могу. Пожалуйста. Было. Что было? Гол, гол, было. Отличная смена. Ты снял вас. Я снимал. Ты снял. Сергей Калестников таким образом снял гол Андрея Аршавина сейчас. Я понимаю, почему он так радовался, потому что Шайбу запишут на 10-го номера. Да, второй 10-й уже не нужен на льду. Можно дальше снимать. Ну и смотрим на Шалунова, который забивает сейчас Евгению Аликину. Это 1-1. И дальше у нас интервью от Натальи Кларк. А, нет, подождите, пока нет. Спасибо большое, Андрей. Ну, мы вас поздравляем. Вы сделали, по крайней мере, то, что не сделали другие ваши коллеги. Ну, спасибо. Видишь, ты за три года дошёл до того, к чему люди потрясли, тратят, стремятся. Ну, я очень рад, если честно, что он в таком студионе вышел. Забил гол, просто, ну, наверное, это первый и последний раз, когда я здесь играю. Колесников сыграл. Аршавин, Колесников. Бросок. Это гол. Это 2-1. И я не знаю, какая из десяток забила в итоге. Дубль у десятого номера. Ну, бросал Колесников. Возможно, Аршавин там тянулся тоже и помог. У вас две десятки в команде. Как разбираетесь в них? Ну, одного все знают по походке, да. Второй молодой. Тут всё логично. Зачем вам полузащитник в лице Владимира Быстрова в хоккее? Так он, видите, он как руководит. Кричит, подсказывает. Как в футболе, наверное. А вот теперь Гребенкин, Аршавин. И все замерли в ожидании, что будет дальше. Так Шаршавин бросил выше ворот. А это Владимир Михалёв. Опа! Да! Вот выход двоих игроков. Широков возвращает. Какая передача! Но Аликин вытаскивает. Да, у нас тут, видите, Широков там. В его сторону была передача из угла. Но не позволили Харламову бросить поворотом. А это Аршавин! И не удается забить Джереми Смитова. И Смит теперь вперед на Романа Широкова. Передача под чужую синюю. Роман здесь немного не удержал шайбу. Но вот он двигается к воротам. Коростелев! И еще одна передача Широкова. Это гол Виталий Пинчук. Да, ну вот у нас по-прежнему малорезультативный матч для такого события. Но, по крайней мере, вот еще одну шайбу мы на последней минуте увидели. Роман Широков отдает. Он привык играть с Виталиями. Команда дивизиона Тарасова меняет в воротаре. И они сейчас в пятером. Потому что Широков тоже на льду. И, соответственно, они в пятером с пустыми воротами. Но вот здесь Колесников. На Джозефса. На Аршавина. И Андрей перед ним пустые ворота. Но он сделал передачу. И закончилось время. Колесников потом забил. Ну, и что? Вы будете засчитывать это, как в случае с голом Самонова или нет? Ну, он же не воротарь. Не воротарь. Ну, и мы сегодня, знаете ли, тоже решили короткими сменами играть. Поэтому Артема Башко отпустили. Но у нас появился новый комментатор. Это Сергей Колесников. Потенциально опасная атака. Опасная атака. Воротарь на месте. Это Широков был. Да еще не конец комбинации. Сейчас все. Вот страйкер футбольный. Форвард. А ты из номера взял, потому что Варшавина 10-й? Ну, вот. У организаторов тут проблема была по поводу, что нам делать с одинаковыми номерами. Заявку нельзя же включить. Ну, тебе надо было менять номер. Ну, вот, я же говорю, комбинация. Не получилось. Ну, комбинация прошла нормально. Ладно, посмотри. Ты играть собираешься или комментировать будешь до конца? Я Шабанова меняю. Вот. Опа. Видишь, при твоем комментировании твоя команда пропускает. Иди на лед, короче. Давай на лед. Сергей Колесников убедился, как тяжело работать в паре с Патраков. О, ну, мы восхищаемся Сергеем Колесниковым и Подъепольский. А, Подъепольский обыгрывает Широкова. Там сейчас и передачу делает вперед на Егора Яковлева. Который, может быть, еще станет результативной, если забьет, например, сейчас Дерергучинцев. Но пока нет. Ну, а тут-то Лакрос. Ни одного Лакроса на матч избил, что ли, не зайдет у нас. Но Дерергучинцев был очень близок. А это Владимир Михайлев. От него мы тоже чего-нибудь сразу ждем. Там подъепольский план. А вот Михайлев тоже понес Лакрос и тоже не удается донести его до этой верхней девятки. А вот тут уже Широков. Роман Широков все-таки забивает. Челочку нашел. Да. Роман Широков. И команда дивизиона Тарасова отрывается на два гола. Это 4-2. Прямо сейчас давайте послушаем автор гола. Слово Натальи Кларк. Да, спасибо большое, Роман. Но справедливость восторжествовала. Почему? Ну, потому что вы тоже отличились. Ну, да. Вслед за Аршавином. В первом матче ребята, к сожалению, не забили. Мы, да, мы чуть лучше в этом плане выглядели. Сейчас я это. Кулачки обязательно. Да, 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 да. Продолжаем. Как вы себя чувствуете? Много смен приходится выходить. Ну, конечно, нам дали возможность поиграть. Грех этим не воспользоваться. Поэтому мы стараемся по полной поиграть. Как вы себя чувствуете? Вот и ассистентский у вас хороший. Партнеров чувствуете? Не, партнеры у меня великолепные. Но пас еще ничего отдал. Пас еще и Нестеров хвалил. Знаете, как он говорит? Тоже и туда можно. Да, с минус три они только начинают. Да, это же такая классика разинская. Ну-ка, вот смотрите Колесников. Вот, пожалуйста, вот уже и минус два. И Сергей Колесников забрасывает шайбу. Сейчас после паузы посмотрим дальше на смеющегося Андрея Аршавина и продолжим посмотреть этот финальный матч. Владимир Быстрофов, вы как оказались на этой скамейке? У вас белый свитер другой команды. Что вы здесь делаете? Белый свитер. Уважение к старшим 105 лет все-таки. А болею я и помогаю нашей команде. Получается? Нет, конечно. Посмотри на счет. Вот. Мы будем продавать протест, потому что счет-то 5-3. А уже и 5-4. Посмотри. Нет, по-моему, 5-3 сейчас стал. Сейчас 5-4. Друг мой, ты хотел... Так как было же 5-2, вот сейчас 5-3 поменялись. Сейчас 5-4 будет. 5-4 будет? А, будет. Нет, уже 5-4. А почему табло 5-3? Эй! Ничего не понятно. Вы очень эмоциональный, Владимир. Конечно. Эй, судья! Спасибо огромное. А хотя нет, давайте покричим. Может, они вас через эфир услышат. Судья! Позови! 5-4. Все, поменяли. Видите, сказали сразу и поменяли. Стоило напихать. Все сразу стало нормально. Когда парни из Кубка вызова стали попадать на взрослые матчи звезд континентальных хоккейной лиги. Просто, ну, здесь пустые забивает сейчас Шабанов с передачи Дыра Ракучинцева. Челябинская связка работает. Там еще и Яковлев Магнитогорский вместе с ними. И, смотрите, счет-то сравнивается. Там у Владимира Быстрова все подсчитано. 5-5. Непонятно, в какую сторону это все сейчас качнется. Ну-ка, вот что здесь Виталий Пинчук покажет. Не сумел переиграть под Яковлевского, но подъехал Нестеров и добавил шайбу в ворота. Это 6-5. Команда дивизиона Тарасова снова впереди. Никита Нестеров человек простой. Увидел шайбу, направил ее в ворота. И на пятак здесь Джозефс. И это гол. 6-6. Вот они, руки. Это еще один пример настоящего хоккейного мастерства. Трой Джозефс. Валятинская лада. Ничья 6-6. Минута 48 остается. Итак, Никита. Лучший новичок прошлого сезона. И это гол. Это гулит, ну, скажем так, имени Андрея Разина. Раз и гол. Да. Ну, не случайно Гребенкин тренировал это, да? Он это тренировал, он это показывал в конкурсе эффектный булит, а теперь он это сделал и во время матча, уже без костюма, без прически разинской, без формы разинской. Но он это все равно сделал. Это 7-6. Нет. И 3 в ноль. Что они будут делать? Уже четвертый подъехал, они забивают. Ярослав Лихачев. И это ничья 7-7. 5 на 4. Реализовали здорово. Да. Андрей Ржавин уходит на скамейку. Подустал в этой смене. 10 секунд до сирены. Гусев. 5, 4. Никита с шайбой. И под японский тащит этот бросок. 7-7 по итогу основного времени. И дальше не будет овертайма. Будут сразу булиты. Финал ушел в серию бросков. Семен Дераркучинцев пробивает Колосова. Быстров уже празднует, но пока рано. Ему сейчас объяснят, что чуть-чуть нужно повременить. И Владислав под японский останавливает шайбу. А это значит, что команда дивизиона Харламова опять под руководством Андрея Разина возвращается с минус 3 и выигрывает матч. На матч ТВ, друзья, мы с вами на этом прощаемся. Андрей Вертаев, Виталий Магранов для вас скомментировали. На каналах КХЛ мы еще обязательно продолжим. Андрей Владимирович, что Быстрова не начали качать? Мы тут Аршавина держали, много сил оставили, чтобы он больше не играл. Он в первом периоде в 7.45 сыграл, по-моему. Во втором вообще выходил? Выдох все. Практически не выходил. Он как вышел, мы сразу пропустили. И Быстров его посадил сразу. Как вам вообще в целом, футболисты в хоккее? Ну, я скажу, что неплохо. Но Вечкин лучше в футболе. Да, почему там широк фон праворуки, а тут леворуки играл Роман? Я не знаю. Но я про Сергея просто вспоминаю. А, ну то, что Сергей праворуки, ну, не сошлись. Поздравляем арбитров. Конечно, для них тоже это всегда большая честь. Перенять участие в таком событии. Это правда, как сказал Андрей Аршавин. Возможно, он никогда больше не сыграет здесь в хоккей. Кто знает. А он не просто сыграл, он еще и забил. Да, и он вообще-то выиграл матч. Да, его посадили, конечно, для того, чтобы выиграть матч. Это большое тренерское умение. Вовремя посадить игрока. Тоже верно. Отличный финал. Булитная серия. Дополнительная порция хоккея. Все это мы увидели сегодня на СКА-арене. Спасибо.